привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас сегодня будет выпуск посвященный нашему отходу из папуа новой гвинеи из порта морсби и двигаемся мы в индонезию в индонезии портов entry это туал то есть от нашей точки до порта of entry около 1 тысячи миль погода у нас разная будет тяжелый вы за рутинг потому что вначале будет слабый ветер потом может быть очень сильный ну в общем это вы все увидите я вам расскажу по прогнозу погоды а сейчас мы начинаем процедуру подготовки нам дали бумажки на выход их надо заполнить отнести в марину это будут наши бумаги на out на них нам поставят печати здесь это работает так что после прохождения всей процедуры выхода нам нужно будет выйти прямо здесь и прямо сейчас здесь нету времени которое мы можем стоять и ждать поэтому нам нужно будет до выхода скупиться заправиться и только потом делать out наше время приблизительно выхода это понедельник рано утром сейчас у нас день пятницы нам нужно сегодня все заполнить потому что нотификация на выход делается за 24 часа в таможне поэтому нам сегодня надо все заполнить отправить документы в кастом и иммигрейшн ну и собственно все поэтому проверьте вашу подписку проверьте колокольчик потому что дальше мы будем идти из тихого океана тихий океан подходит концу мы будем заходить в индийский и потом дальше будет азия и это очень крутой регион чтобы оставаться в курсе дела в курсе событий как здесь все происходит не забываем подписку и колокол а мы погнали подготовку к выходу из по новой гвинеи вы видите какой у нас бардак и вот этот звук а все просто мы заряжаем баллоны чтобы у нас баллоны были готовы к переходу индонезия очень грязное место куча пакетов всяких веревок сетей все это плавает воде и если что-то наматываешь на винт лучше иметь баллоны чтобы это делать можно эффективно то есть а ну что вот документики готовы сейчас иду в марину и будем отдавать им документы чтобы они их отправили в таможню все с наших заполненных бумажек сняли копии сказали что они их отправят в кастом эмиграцию и подтвердят время когда те придут к нам на лодку в понедельник а бумажки эти будут у нас они на них нам поставят печати и это будут оригиналы на выход у нас выход через два дня короче у нас сейчас раздуло закрытая бухта там он все барашки белая наваливает мама дорогая посмотрите от пирса я не знаю сколько ну с сороковки наверно сороковник так сейчас мы спринг поставим вернее будет КОНЕЦ Так, ну вот мы приехали на заправочку. Здесь такая заправка. И сейчас будем наливаться дизелем полным. Итак, у нас мы заливаем 7 канистр по 22 литра и 5 канистр по 30. Народ, мы приехали из супермаркета. Смотрите. Это у нас одна тележка. Это вторая тележка. Что у нас в тележках, мы вам чуть позже расскажем. А пока у нас Mission Complete. Мы купили продуктов на переход. Что, Диночка, у тебя тут за дела такие. Ты разбираешь все? Да. Тирамису. Повалявшийся в сумке. Ну, как умели. Извините. Как всегда. Испохабленный тирамису. Ну, ничего. Ну что, эмиграция приехала, кастом приехали, даже на лодку не заходили. Все, в Марине мы посидели, пока оформлялись. Они пришли, поставили нам везде штампики, дали все бумажечки на выход и сказали, ребята, желаю удачи. А мы начинаем процедуру выхода. Готовимся и будем сейчас отползать. У нас идет приготовление к отходу. Сёрф-доска идет в заднюю каюту. Канистры мы уже обвязали. Ну и, в принципе, лодка уже подготовлена. Мы уже все сделали, да? Да. У нас уже вода, электричество, все. Все готово. Короче. Сейчас мы ждем только таможенников. Они приходят. А, еще в Марину надо сходить заплатить. И ставим зачетную галочку. И погнали. Папа Янки Чарли, Папа Янки Чарли. Сильный выслушу, колен. Дюридми, товар. Сильный выслушу, колен. Сильный выслушу, колен. Здравствуйте, это Сильный выслуша Мушу. Мы готовы выйти. Пожалуйста, отправите нас кого-то для помощи. Продолжение. Сильный выслушу, колен. Окей, стендбай. Ну все, мы выходим. Оставляем порт Морзби позади. Вот выход. И идем в Индонезию. Мы поставили паруса на второй риф Мейн. И непонятно на какой-то риф Хэт. Потому что на нашем парусе нет метки рифов. Это парус, который у нас запасной. И я на нем иду вообще в первый раз против ветра. Поэтому не могу сказать, что и как. Но форма у него немного странная. То есть в Даун-Винд он как бы все окей. А против ветра пришлось немного повозиться. Потому что не всем понятно, как его настроить. Но в любом случае мы идем от 5 до 6. И до хода в первый атолл у нас 160 миль. То есть чуть больше суток. Я думаю, что нормально. Против ветра ходить это полная говнина. Прилетают волны. Весь мокрый. Хочется матом ругаться. И не все время. А так сидишь вроде высох такой. На, прилетел. А опять сидишь такой весь в говне. И облипаешься. Рожа в соли. Короче, злой как собака. Короче, у нас появилась проблема. У нас фурлер не работает. То есть у нас парус в том состоянии, в котором он есть. Сейчас я вам покажу. И мы его можем развернуть. Свернуть нет. Поэтому очень надеемся, что среди ночи не будет раздувать. Не будет какой-то сраки. Потому что пускай вот как оно есть. Мы до утра дойдем. Может быть встанем на атолл. Тут атолла есть два по дороге. И будем думать, что с этим дальше делать. И пытаться починить фурлер. Потому что если его сейчас он заживет. А ночью он будет неуправляемый. Мы его откроем. А ночью раздует под тридцатку, как мы шли. Все, срака будет. Это будет лодка полностью неуправляемая. У нас ночка была. Это просто жесть. Даже не знаю, что сказать. Но вот как заход солнца стал. Ну еще там где-то нормально. Ветерочек пропал. А потом как ввалило. Дожди, грозы. Где-то ветер под 40 узлов. Потом пропадает. Создается 20. Крутит, вращает. Сами вот почти невозможно идти. Ну в общем, просто мракобесие какое-то. В общем, ужасная история. Но ночка прошла. Мы подходим к Атолу. Попробуем зайти на него. Ну так как всю ночь спать не получилось. Сейчас будет какая-то такая адская доза кофеина. Потому что без нее не справляюсь. Вот так вот. Уже сейчас почти 10 утра. Нам осталось до первого Атолла идти. Где-то около 15 миль. То есть недалеко. Но вот так вот глаза слипаются. Улыки. Ну что, прямо здесь. Хорошо. Помните, я вам говорил, у нас проблема с фурлером. То, что не закрывается парус. Я решил, думаю, ладно, среди ночи пойду, посмотрю, что там такое. И мне показалось, что витки один пережимают другой. То есть тот, который должен раскручиваться, попал под следующий и его затянуло. И это не дает фурлеру разобраться. Разворачиваться и сворачиваться. Вернее как. Он разворачиваться может. Потому что когда он разворачивается, все витки один ложатся поверх. А когда он растягивается, они все убираются. И вот когда он доходит до того витка, который пережат, парус дальше не разворачивается. Вот это парус у нас сейчас собран. Вы видите, все виточки убраны. А когда парус открыт, эта вся бобина намотана. И вот оно, когда наматывалось, видно, где-то пережало. Как же хорошо, что мы все-таки решили это сделать. Потому что ночью, вот это то, что нам раздало сорокет. А мы были на первом рифе. Я думаю, мы бы просто охренели что-то делать с лодкой. То есть это была бы просто какая-то жесть. Но вот все сложилось хорошо. И усилия, которые я ночью тут на носу потратил. Просто в этот момент чуть-чуть упал ветер. И я подумал, что, ну, наверное, стоит глянуть. И реально стоило глянуть. Поэтому учтите, несмотря на идеи подождать до утра, если есть возможность починить сразу, лучше чинить. Ну, опять же, ситуативно все. Но в данном случае, как практика показала, идея была хорошей. Вы можете меня спросить, как выглядит АТОЛ. Ну что, заметили, как выглядит? А он там есть. Каждый раз это всегда странно. Ты подходишь, идешь, посредине океана начинается ровная вода. Ну, заходик еще будет. Но уже видно, как об риф разбиваются волны. И это вот оно, но это еще далековато. На камере, наверное, не будет видно. Ну, в общем, мы уже близко. Пару миль осталось до входа. Вот там спереди уже видно волны. И непонятно, это риф или не риф. Потому что вот там сбоку риф точно. А здесь похоже на water turbulence. От этого, конечно, не легче. И точно так же страшно. Так, ну вот мы подходим уже. Вот здесь вот такой узенький вход. Вот нам в него надо попасть. Я не знаю, будет ли вам видно или нет. Ну, там вот разбиваются белая такая пена. Это как раз вот риф. Дина пошла вперед. Там дельфины к нам пришли. Так, короче, у нас тут проблема. Смотрите, по этой карте мы уже заходим. А по этой карте мы еще даже не подошли. То есть у нас карта не совпадает. Ну, вот здесь оно глубже. Видишь, вот этой вот части? Там вот мельче правее. Вот сюда и поворачиваемся, да? Здесь у нас 620 метров. А там у нас... Вот поворачиваем. Вот так? Да, так я знаю. Четко встать. Ужас, ужас! 5,2 скорость. Нас туда заливает. У нас сейчас стоячие волны, смотрите. Мы заходим на приливе, поэтому тут у нас сейчас будет неспокойно. Очень поснимай давай. Не, не, нормально. Это так. Так, нормально идем? Да. Там слева зеленее и справа зеленее. А здесь как раз глубокий проход, по которому мы зашли. Слушай, ну он метров 50, не больше. Сейчас тут подуспокоится немножко и будет нормально. Сейчас пробуем перевести Starlink на тарифный пакет, работающий на земле. Просто прикол в том, что у Starlink два тарифных плана. Один, который работает в офшоре, стоит 2 доллара за гигабайт. А тот, который обычный, с абонентской платой, там 200 баксов у нас, он работает на земле. И он безлимитный. Поэтому нам выгоднее перевести его на вот такой безлимитный режим. Но может работать, может нет. Потому что Атолла это такая специфическая штука. Ну вот, мы и выходим. Выглядит это вот так. Поворот, сюда, налево, налево и пошли вниз. Короче, народ, вот вы видите, там спереди мели. Не знаю, видно на камеру или нет. И вот это вот последняя мель, это уже выход за барьерный риф. Мы сейчас вот ее проходим, поворачиваем налево. И идем на Ашмур риф, потому что на этот мы стать не смогли. И придем туда завтра, к утру. Так как мы выходим из рифа, у нас наш любимый Water Turbulence. Вот эти вот волны, которые такие вот плещутся во все стороны. А риф вот, его там видно на камеру или нет. Вот еще немножечко пройдем, нас так поболтает. И потом будет опять нормально. Так, ну все, мы идем, открыли паруса. У нас опаррент 14, идем мы 4,5 где-то, там до 5. И до следующего атолла нам идти где-то 1,70. Поэтому к утру должны быть. Всем доброго утра. Мы уже подходим к Ашмур рифу. Мы уже совсем близко. Сейчас мы посмотрели тайды. Тайд находится прямо сейчас. А нам туда еще идти. Где-то, наверное, полчасика. То есть нам нужно вот так очень поторопиться, чтобы зайти на Slackwater, а не рубиться там против течения. Потому что очень узкий канал. Так, мы уже подходим. Рифа не видно, потому что здесь хайтайт 3 метра. И мы проверили разные источники. По одному источнику у нас Slackwater вот прямо сейчас. По другому источнику был полтора часа назад. И если был полтора часа назад, значит у нас будет жесткая встречка. Если Slackwater сейчас, значит будет все нормально. И у нас такой сложненький заход. Вот идет он так под 90 градусов налево. Надо повернуть. До него осталось там метров 100. То есть где-то тут слева риф его не видно. Просто вода. Очень остросюжетно. Уже видно мель спереди. Вернее, даже не мель, а просто голубую полоску. Видно голубую полоску слева. И нам между ними нужно как-то просочиться. Самого рифа не видно. Просто чисто визуально. Ну, карты мы надеемся, что совпадают. Но 100% этому не верим. Потому что мы уже эту ошибку проходили. Где-то ширина этого контура около 200 метров. Ширина прохода. Ну, в общем, надеюсь, что-то из этого получится. Там зелененькая вдалеке. Вот это как раз мель, между которой мы идем. Слева от нас тоже уже мелкая. Видно хорошо. Нам вот так прямо. Мы сейчас конкретно в середине канала идем. Дина у нас контролирует все, что происходит спереди. Но чисто визуально идем. Потому что карты, в принципе, совпадают. Вот здесь более-менее нормально. Нельзя сказать, что проблемы. У нас сейчас 64 метра глубины, кстати. Это не совпадает. Ну, все, мы прошли. Мы уже сейчас находимся внутри атолла. Ну, и судя по прогнозу, тот, который прогноз, что мы заходим на Slackwater, как раз соответствует. Соответствовал. Хотя при такой большой, большом количестве воды и скрытом рифе, может, оно просто вытекает. И все, пока вот на топе, наверху. Ну, нам еще 10 миль внутри атолла до нашего якоринга. Мы сейчас подъезжаем к якорингу. Смотрите, у нас ветер идет вот отсюда. И когда мы туда заедем, вот эта волна, которую вы сейчас видите, она также будет присутствовать. То есть нас также будет качать. Но сегодня к вечеру ветер стухает и потом разворачивается где-то градусов на 30. И мы будем плюс-минус защищены рифом, наверное, на лоу-тайде. Потому что на хай-тайде он выглядит как не очень защищенный. Короче, земли здесь нет. Но посмотрим, если что-то будет интересное, постоим здесь денечек. Если нет, значит, завтра будем думать, как отсюда выходить. Но пока нужно прийти и бросить якорь. Так, ну что, вот я сейчас скинул уже 30. Мы стоим почти на 18 метров. Нас тут, правда, качает, но это, скорее всего, скоро пройдет. Так, сейчас метров 45 я вывалю и поедем назад. Потому что глубина большая, то есть надо, чтобы зацепили. Так, все, 80 метров мы вывалили. И теперь Дина идет, ставит превентов. И мы готовы. Вот прямо посерединке и стали. 80 метров я вывалил. Земли тут нет, как вы понимаете. Кстати, забыл сказать, что Эшмар Риф является частью большого барьерного рифа Австралии. И когда мы были на Истернфилде, это последний остров риф, принадлежащий Попуа-Новой Гвинее. А сейчас мы находимся уже на австралийском атолле. Я считаю, что мы заслужили пиво победителя. Дима тут у нас медуз много. Дима занимается. Пытается поймать вкусного карася. Подтягивай. Сейчас, сейчас. Как его взять, глядь? Так. Какой классный, а? Охренеть. Красавчик. У Дина тут вообще великолепие. Ого. Какой снайпер, а? Какой снайпер. 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 я вам хочу напомнить что то место в котором мы сейчас ныряем это часть большого барьерного рифа австралии наверное не сам барьерный риф но мы от него находимся на расстоянии наверное 30 морских миль то есть это очень близко с этим у нас были очень большие ожидания насчет его богатства но интересно что с одной стороны он не прямо супер богат бывали получше но он живой да он полностью живой все кораллы живые и несколько видов подводных жителей мы увидели в первый раз например вот эти гигантские тридакны то есть вы их встречает джайл клэм шелт редакны между да их несколько видов но здесь они самые большие по размеру возможно это связано с тем что их все таки много где вылавливают во первых они съедобные во вторых ну я видела вот эти вот в французской полинезии помнишь такие как могильники целый этих тридакон то есть их явно люди выковыривали и оставляли ракушки просто горой лежать на дне они в принципе сами по себе еще очень красивые они красивые они во многих странах запрещены вывозу вот как раз во французской полинезии тема часто там прямо стана есть объявление что вот их нельзя вывозить и нельзя еще одни забыла как такие turbo shells вывозить то есть это именно те которые почему-то люди употребляют в пищу и они не дорастают это вот как раз такого размера как здесь здесь у нее общий цикл жизни может быть до там 150 до 200 лет и вот здесь мы как раз встретили таких которые где-то до метра размером они же могут быть до трех метров размером нет они могут быть двух метров размером а жить они могут до 200 лет но вот я думаю что вот эти крупные самые которых мы видели как раз таки это самые большие ракушки вообще на планете я знаю что они могут жить на глубине до 100 метров да еще с ними связано очень много мифов про то что это какой-то сумасшедший риск смерть дайвера смерть дайвера но на самом деле понятно что туда руки лучше не совать но на камеру мою укусил но ты старался ты старался пополнить эту но вообще-то история про смерть дайвера это наверное от создателей легенд про плоскую землю и этих которые что вы будете делать если вам gps а вообще риф здесь конечно интересный потому что здесь живность немножко другая не такая которой мы привыкли и и было очень интересно поснимать здесь больше мягких кораллов то есть которые с виду даже не понятно активнее что это такое это просто мягкие здесь много губок много мягких кораллов и у них иногда формы просто супер вообще великолепные иногда их просто снимаешь просто за счет того что у них форма смешная да а что касается от редак серёжа там мне кажется переснимал вообще всех за это наше погружение потому что я его еще часто просила некоторые которые очень красивых цветов и узоров поснимать мне поближе потому что я хочу когда-нибудь там использовать эти паттерны для отборчества а как тебе здесь актинии и рыбок клоуны да здесь их тоже было много интересно что разные виды актинии разные виды рыбок клоунов не только красные я думал они все красные есть вообще их много есть с белым есть с синеньким есть оранжевые есть желтые а ты видела акулу здесь я видела несколько акул это ты там прятался за кораллов пока снимал одну а я с ними плавала на самом деле white tip sharks они могут быть агрессивные но такого размера скорее всего никакой проблемы не составят но она может на самом деле цапнуть есть просто определенные правила поведения чего можно делать что нельзя делать но и когда вы понимаете вообще что происходит то эти акулы не являются опасны для главное мне мешать и не оказываться в гуще а вот эти рыбы хирурги как тебе это не просто рыба хирург это рыба черный хирург то есть они вырезают почки у бедных рыб и пересаживают богатым молодых таких что они молодые потому что они еще слишком темного цвета чтобы быть а когда они взрослые что с ними происходит то есть вот это это выгорают на солнце то есть это именно малыши которые а я знаю что они не являются территориальные но они не агрессивные то есть они не нападают на других рыб они никаким другим обитателям в принципе не наносит чем они питаются они питаются водорослями и маленькими типа креветочек ты в руках держишь ядовитую ракушку ты что бессмертная я в руках держу ядовитую ракушку но я знаю как ее держать я его подняла чисто показать тебе это леопардовый конус один из крупных видов конусов один из самых крупных видов конусов это живая она там обычно днем прячется где-то в песочке я просто увидела ее краешек решила достать в общем с ними нужно очень аккуратно если уже берете в руки а лучше не брать в руки если вы берете то шанс умереть есть ну в общем они супер ядовитые поскольку они и рыбы входят в их рационы чтобы рыбу обездвижить у них есть супер мощный а давай вернемся к giant clamshell я читал одну интересную информацию что у них есть оптическая система что за фигня это такая фигня что если ты не приближаешься создаешь тень то она возможно и захлопнется поэтому тебе надо все-таки свои руки туда не а еще и нашел большого тритона здесь до большой тритон это очень красивая моллюск очень красивой ракушкой но это как раз тот вид ракушек который в принципе в большинстве стран мира запрещен к вывозу в некоторых странах таких как индонезия даже есть прикол то есть день сидишь на пляже на бали и тебе могут предложить такую купить ты подумаешь ухты какая возможно надо купить купишь а в аэропорту у тебя будут большие проблемы и у тебя ее скорее всего заберут а возможно еще и штраф будет в общем штука в том что это такое там у них круговорот этих ракушек локальные то есть ты их покупаешь у тебя его отбирают и скорее всего наверно отдают обратно этим продавцам а еще один она шла маленького осьминога в ракушке я взяла ракушку очень красивую она с виду была абсолютно пустая заросшая то есть так как выглядит как раз ракушка которую я могу брать когда мы уже на лодке в тузик погрузились из нее выпал с малюсенький осьминог его было сложно взять руками потому что он такой скользкий иногда нужно было его не повредить в общем как вы понимаете мы потом поехали на риф посадили его в эту ракушку и посадили его в то место где ему было комфортно это вот дина потому что важно чтобы его не съел какой-нибудь другой обитатель потому что он еще маленький и надо было чтобы как минимум он жил в таких местах где нет агрессивных всем привет у нас очередное утро мы выходим с этого дула эшмар и идем на большой барьерный рифт проходить уже на сторону индонезии какая у нас как подняли у нас были опасения что он может под застрять но получилось все нормально мы его вытащили никаких проблем нет сейчас мы будем выходить через западную часть рифа который тут опять также ансервей мы не знаем что там будем проверять по глубинам информация разная по одним пять метров на выходе по другим как бы 15 и выше так как карты врут мы не знаем поэтому мы сейчас идем выходим по нашему треку по которому мы и шли вот аккуратненько и когда подъедем ближе к выходу будем тогда уже смотреть по куче других приборов там по телефонам по планшетам по всему и думать как там выходить и на что с тайдами у нас он обновился просто на сегодня сегодня хай тайт 9 утра ровно но за час уже будет нормально нельзя сказать что вообще не будет течение я думаю что это уже подходит к топу поэтому большого течения не будет вот и проверим мы уже подходим к выходу все остро сюжетно радио дина на носу сейчас будем пробираться потому что ну видно еще визибилити плохое и мне плохо видно куда идти на идем по карте где на говорит что спереди появилась турбулентность это значит что мы уже близко к входу и еще наливает это будет нечеткий slack water скорость у нас упала уже где-то на узел это значит что мы будем идти против течения на выход вот уже спереди это турбулентность я добавил газу на скорость увеличилась на узел причем так достаточно неплохо вот судя по всему мы на выходе потому что вот она турбулентность наливает наливает у нас сейчас скорость падает у на 34 при том что у вас почти 1800 оборотов у нас есть еще куда если что ну вот мы сейчас как раз проходим выход пока вроде идем нормально сейчас проходим у нас глубина до 9 метров упала при том что сразу резко с 30 я сбросил скорость идем без сюрпризов я надеюсь будет дина там на радио очень внимательно смотрит за глубинами но 9 меньше не падает здесь же прикол в том что может быть просто нет прохода и все и мы ждем по карте которая не совпадает короче мы проходим у нас 2 и 9 скорость глубина до 14 поднялась и продолжает увеличиваться то есть есть шанс что мы прошли но дина говорит там спереди буруны она еще немножечко там постоит а потом что она сначала заносить в сторону телу тянет немного короче уже 16 17 метров но я думаю что дальше будет нормально все и на это было остросюжетно или нет умеет ну в общем мы просто почти на высокой воде заходим выходили из этого рифа то есть нас останавливало но не так чтобы прямо сильно а мы идем с вами на большой барьерный риф который будем проходить до него 30 миль и там все очень сложно ветра нет но есть и плюсы сейчас я вам покажу какой ровный океан смотрите это редко у нас как обычно на подходе каким-то ответственным местам всегда начинает либо дуть либо эти дождь либо все вместе и вот мы подходим сейчас большому барьерному рифу нам осталось до него 13 миль посмотрите какая погода нас ждет спереди причем по прогнозу в 3 часа дня должна пройти сейчас 12 дня ну выглядит прямо мощно и фронт и все затянуто посмотрим как она рассосется конечно но думаю все таки нас польет этим всем мы сейчас проходим вот это вот полоски на воде это какое-то течение потому что нас вообще развернуло там градусов на 30 прямо таким пинком и он там видно слева справа такие прямо водовороты или полоски это все течение идет мощно сейчас опять подходим и у нас вот опять вот этот water турбулент здесь его даже видно вот такая серая полоска это какие-то течения обычно это встречается тогда когда есть небольшая глубина ну на 500 700 метрах это вообще прямо вау видно поверхностное течение поэтому вот оно такое и есть но сейчас мы в него входим тут конечно бурунчики уже видно даже не бурунчики но видно как вот вода течет куда-то непонятно сейчас посмотрим куда а вот вот там вот только что пролетел самолет это австралийский хостгарт судя по расцветке такой винтовой с полосками красными вокруг он и расчет еще пару раз облетит я взял радио сейчас может быть с ним будем общаться гопи сет 7-2 good afternoon yes i'm here on a seven to go ahead У меня есть вопрос, пожалуйста, о том, что вы хотите обратиться к Туалу в Индонезии, и наш последний порт был порт Морсби в Папуа-Нивбине. Продолжение следует... Следующий порт был Туал, Танга, Uniform, Альфа, Лимо. Туал, это из Индонезии, over. Have a good day, and stand by, one, six, over. Все, самолетик пролетел, самолетик улетел. У нас сейчас достаточно ответственный момент, мы подходим к протоку, к каналу, и вот нам нужно идти вот здесь, вот так, и тут мельче, а я хочу зайти по максимальной глубине, поэтому мы отвернули на старбор, сейчас сделаем такую петлю и выйдем на вот эту точку, но уже через верх. Нам осталось меньше мили до входа, ну, до вот этой вот точки, поэтому будем внимательны. Тут с течениями все очень серьезно, посмотрите. Тут вообще вот такая плоская вода, тут посредине идет течение, потом дальше еще, во все разные стороны, и там риф. С этой стороны свелота, который от Новоколедонии идет, а там дальше не будет. Там он даже пену взбивает. А вот водоворот, пену в круг собрал, в кучу. Вот уже идет проход между рифами, у нас скорость три узла, до этой точки 0,4 мили, до этой точки там 2 с копеечками. Вот он так выглядит, большой барьерный риф. Вы ничего не видите, и я ничего не вижу, а риф есть. Вот там вот немного плещется вдалеке, вот там, ну, это такие вот пятна здесь в акватории рифов. Не знаю, видно вам или нет, но вот там вот полосочка, вот я сейчас пальцем показываю, это риф. И канал, он где-то вот такой по ширине, то есть достаточно широкий, с этой стороны, ну, а по старборду чуть-чуть короче расстояние. Ну, то есть, в принципе, это все супер безопасно, если нету никаких катаклизмов, если там течение, они куда-то там поперек или что-то, вот поэтому мы здесь стоим, это контролируем. Я специально залез сюда, чтобы вам показать риф. Отсюда должно быть риф видно лучше. Его реально хорошо видно. Ползунок. Завидуешь? Хочешь сюда же наверх? Хотела бы. Ну, я знаю. Так, ну что, народ, мы уже прошли вот эту вот сложную часть, мы уже пошли, прошли большой барьерный риф, и дальше это мы находимся уже на стороне Индонезии, хотя это еще территориальные воды Австралии. Поэтому до выхода из вот всех, мы еще будем проходить каналы TSL, это Traffic Separation Line, где ходят большие суда, если их сейчас здесь какое-то количество будет. Ну, мы это будем пересекать, и дальше это мы, естественно, вам все покажем. А пока мы уже все, мы уже с части той, которая была Нумея, Новая Каледония, мы уже перешли на другую сторону, уже ближе к Индийскому океану. Ну, пока это еще Pacific. Еще один важный момент, о котором я вам хотел сказать. Мы сегодня очень серьезно отнеслись к тайдам, и мы идем сейчас на low tide, потому что сейчас у нас 1608, и около 16 часов мы прошли вот этот вот канал, YOLI Straight. И, собственно, это как раз был low water, называется slack water, то есть когда минимальное течение, когда минимальный импакт идет на лодку, и вы можете двигаться с той скоростью, которая ваша. Мы еще зашли чуть-чуть раньше, поэтому нас еще дотягивало внутрь туда, где-то полузла нам добавляло. Поэтому мы красавцы, все рассчитали идеально, и как бы прошли, поэтому без всяких там приключений, без вот этих эгегегей, там и полетели, или наоборот, там полузла, и идешь себе полный газ. В общем, мы прошли это все очень хорошо. Дина, что ты нам такое приготовила великолепное? Что это? А чем это пахнет? На что это похоже? Это пахнет карри. Я приготовила грин карри. А с чем это? Со свининой, с грибами, грибы и хрюша. Со тем, что было. Сам пробуй. Сам пробуй. Нет, ты первая. Нет, ты первой. Мало ли. Но я же приготовила. Ты первый раз в жизни готовила? Нет. Я, кстати, пробовала очень вкусно. Ну, давай попробуй. Теперь полчаса подождем. Шикарно. Хорошая? Да. Съедом. Ой-ой-ой. Это ты сделал такое? Это у нас ручка газа. Итак. Это великолепно. В общем, нам приятного аппетита. А вам, если вы едите, тоже. Доброго утра всем. У нас вахта. Вахта. Вернее, вахта не у нас. Вахта у Димы. То есть, что, без приключений? Ночь была прекрасная. Немножко качает. Только скорости нет. До первой половины ночи была отличная скорость. Потом не было. Сейчас опять нормально. А это все из-за того, что здесь приливы и отливы. Давайте я вам покажу. Смотрите, какая здесь приливная, отливная каша. Сейчас у нас все приливы идут наверх. Но вот здесь вот еще маленький. А здесь уже половина. Причем это по расстоянию. Ну, реально где-то миль 15-20, наверное. Короче, здесь к приливам нужно относиться очень серьезно. Потому что вы идете то со скоростью 6, то со скоростью 2. Ну, в нашем случае, понятно, мы не выбираем. Мы идем просто все время. Но если есть выбор, например, так как Малако, Стрейн, или где-то вот в таких местах, где вы можете выбирать время выхода. В общем, вы можете выйти в 10, прийти в 4. А можете выйти в час дня и прийти в 4. И ни на что это влиять не будет. Нужно просто правильно выбирать время. А у нас как бы утро начинается с кофе. Сладкий кофе с молоком. Классно. Давайте я вам покажу. У нас уже видно остров. С левой стороны вдалеке остров. Он называется Адольфус. Ну и мы идем вперед. Здесь под нами глубина 18 метров. Вообще здесь все очень мелкое. Потому что Попуа, Новая Гвинея и вот эти острова, это все раньше была часть Австралии. И этот пролив образовался, как бы считайте, внутри австралийского материка. Но Попуа это сейчас отдельное государство. Хотя и было раньше колонизировано Австралией. Они от него избавились. А мы идем как раз между Попуой и австралийским материком. Там вдалеке видно идет судно. И это уже ТСЛ. То есть это то место, где проходят большие корабли. Трафик Сепарейшн Лайн. Как дорога для автомобилей. Есть направление движения. Они идут вправо или влево по своим полосам. То есть по ТСЛ правостороннее движение. Соответственно все суда, они даже не расходятся. Порт-порт. А просто идут по своей линии. И все. И мы сейчас на эту линию будем заходить. И уже дальше двигаться по ТСЛ, по краюшку, чтобы не мешать другим. Сейчас я вам еще интересного покажу. У нас вот здесь вот это острова, которые идут с левой стороны. Посмотрите, какая голубенькая вода. А все почему? У нас глубина сейчас 20 метров. И также у нас есть островочки, которые идут справа. Вот вдалеке. А теперь самое интересное, это здесь течение. Давайте сейчас идем к прибору. Я вам покажу. То есть мы сейчас идем на попутных течениях. И это как бы нам удобно. Но здесь приливы и отливы это что-то невероятное. Вот здесь у нас уже почти лоу-тайт, полтора метра. Мы идем отсюда. Мы приходим. Здесь половина, тайда полтора метра. То есть когда мы придем сюда, здесь нас еще будет толкать. Далее. Здесь 1,6 метра, это уже половина. То есть здесь еще выше на 10 сантиметров, чем тут. А тут начался прилив. А вот тут еще отливает. 1,9 метра, 2,2,2. То есть, грубо говоря, если мы возьмем здесь немножечко повыше, мы будем идти на отливе. И вот здесь будет отливать, здесь будет отливать. И мы вот это все пройдем на отливе одним ходом. А здесь сейчас идет прилив. Но здесь уже нас, наверное, подтормозится. Но есть шанс, что мы пока дойдем сюда. Здесь уже все прильет кверху. И начнет отливать. И мы всю вот эту вот цепочку пролетим на отливе. И у нас до самого конца 47 миль нам осталось. Будет вообще нам попутное движение. И это круто. Причем в тех местах, где мы сейчас находимся. Вот здесь. Здесь уже начнет прилив. Если бы мы были здесь, нас начнет тормозить. Вот такая вот у нас стратегия крутая. Так, народ, смотрите. Вот это вот, это острова. А вот если посмотреть правее, там такая идет полоска. Так вот, эта полоска, это Австралия. Сам материк Австралии. Потому что те острова, которые ближе, они находятся в 5 милях от австралийского побережья. А то самый настоящий австралийский материк. До него 15 морских миль. Ой, кто это к нам пришел? Какой большой и красивый. Ну что, народ, я специально вылез сюда. Показать вам, какая красота у нас вокруг. Какая водичка, какого цвета. И вообще порадовать вас красивым пейзажем. Какой здесь великолепный цвет воды. Это просто что-то неимоверное. Ну что вы хотели? Большой барьерный риф австралийский. Вот там спереди острова. Это там, где начинается ТСЛ. Мы скоро будем немножко поворачивать налево. Смотрите, народ, видите вот эту розовую полосочку? Мы заходим сейчас в канал ТСЛ. Давайте ее увидим. Ну, хочу вам сказать, что это черное. Это не то. Это просто тень от тучи. А вот она, вот она. Видите, вот эта розовая проходит вот здесь. Прямо сразу. Оп, и пошла под лодку. Подрисуешь ее? Нет. Дина предлагает подрисовать полоску ТСЛ розовеньким на воде. Но мы этого делать не будем. Мы будем просто знать, что мы уже вошли в ТСЛ. И дальше будем двигаться по ТСЛ. Трафик Сепарейшн Лайн. До выхода уже из пролива Торрес. Мы сейчас будем проходить вот это один остров. На самом деле это два острова. Они называются Твинс Айлэнд. То есть это первый и следующий второй. То есть пока видим только один. На нем стоит маяк. А с левой стороны такой маленький островок тоже с маяком. Это называется Ист Стрейт Айлэнд. Между вот этих вот двух, вот этот остров и вот этот остров, проходит канал ТСЛ. И если вот посмотреть прямо, там движется сейчас какое-то большое коммерческое судно грузовое. И мы будем с ним расходиться порт-порт. Ну просто каждый будет идти по своей стороне канала. Так, вот мы идем, как я вам и показывал, с правой стороны Твинс Айлэнд. Вот вы видите его уже под другим углом. Справа больше, слева меньше с пляжиком. А вот чуть-чуть левее по портсайду от нас идет судно, называется Кейп Венчер. Он идет со скоростью 11 узлов. В Австралию длина его 292 метра. И еще один спереди, я вам его покажу немножечко попозже, когда мы будем с ним расходиться. А вот это вот пятно, это судя по всему какой-то песок. Потому что так вода голубая и за счет течений. Если вперед посмотреть, вот эти песчаные пятна, они везде. Я думаю, что это просто поднимает течениями, которые здесь, и гоняет песок тут по всему этому проливу. Вот оно сзади сейчас за нами идет. Так, а вот слева идет контейнеровоз. Называется он Александр Эль. Идет он в порт Морсби, в Попо-Новую Гвинею. Сейчас у нас времени 12.29. Он приходит в порт Морсби завтра в 10 вечера. То есть чуть-чуть больше суток, ему нужно, чтобы туда доехать. Он идет со скоростью 13 узлов. И осадка у него 11 метров. Вот с таким вот судном мы расходимся сейчас. И дальше двигаемся по каналу ТСЛ уже в сторону Индийского океана. Ну что народ, не забываем подписываться на наш канал. Потому что спереди нас ждет Азия. И мы планируем в Азии провести много времени. Мы получили годовые индонезийские визы. Поэтому мы всю Индонезию должны облазить с востока на запад. Поэтому еще раз подписка, колокольчик. И не пропускаем. И еще хочу вам напомнить, что у нас есть офигенный телеграм-канал, в котором я пищу всю актуальную информацию о том, где мы находимся, фотографии и много-много. Но канал этот закрытый. И для того, чтобы в него попасть, нужно пройти бот. Так как мы очень заботимся о нашем окружении, мы хотим видеть на нашем канале только людей, которые разделяют наши взгляды на этот мир. Поэтому мы запустили телеграм-бот. И перед тем, как вы попадете непосредственно в наш канал, в котором супер много интересного, вам нужно будет ответить на несколько вопросов. И если вы на них отвечаете правильно, то добро пожаловать. А если вы на них отвечаете неправильно, то попадаете в пан пожизненный. И больше второй раз оттуда пройти на канал нельзя. Только может быть с другого аккаунта. Поэтому люди, которые находятся у нас на канале, они не будут читать всякую фигню от неадекватных людей. Мне неадекватность не нужна. И я хочу делиться своими эмоциями и тем прекрасным, что мы видим на своем пути, только с приятными нам людьми. Поэтому ссылочка на телеграм-канал есть в описании и в уголке экрана. Добро пожаловать всем адекватным людям к нам в телеграм-канал. А мы едем дальше. А из этого карася, которого поймали, у нас сейчас получилась уха. Уху мы сварили из головы. И оно невероятно вкусное. Уха это великолепно. Ну что? Что? Как тебе? Еще не пробовала. А ну. Вкусно. Охуенно. Ха-ха-ха-ха. Короче, тут прикол. Мы смотрим сейчас Чарт-Плоттер. И там написано, что на 68-м канале по радио рассказывают приливы и отливы по островам. Прикольно. Если вы не знаете Тайдов, просто радио включаете и слушаете по реливы и отливы. Нужно знать просто название островов. Но это есть все в Чарт-Плоттере. И здесь все есть. Это великолепно. Вот что значит цивилизованный мир в Австралии. Это вот уже последние острова Торрес-Стрейт. Вы видите вот это вот гряда островов, которые идут по Портсайду. И вот эти острова, которые идут по Старборду. Это последние острова, которые мы проходим. И дальше уже начинаем движение в сторону Индонезии. Уже никаких проходов. Уже не будет. То есть мы пройдем Торрес-Стрейт. А пока я вам хотел показать еще корабль. Вот мы сейчас расходимся с грузовиком. Называется Герасимус. И везет он Мумусимуса. Но скорее всего он ничего не везет, потому что он пустой. Сипе и расхождение у нас где-то около 300 метров. То есть мы идем по одному каналу. Он идет по своей стороне, мы по своей. Скорость у него 13 узлов. Осадка 7 метров. И идет он в Австралию. Что ты смотришь-то? Смотри, сколько мы уже прошли и сколько нам еще осталось. Нормально. Мы вот отсюда прошли в Бортморск. Мы считаем. Вот сюда. А нам... Вот сюда. Вот эту строчку. А, вот сюда. С 600 миль осталось. Чуть-чуть мы не успели с Тайдом. Нам до конца выхода осталось 18 миль. Но реально там, где уже Тайды должны перестать влиять, я думаю, еще миль 10. Ну, в общем, чуть-чуть не успели. Сейчас у нас скорость начала сильно падать. И на текущий момент у нас скорость 3 узла. Ну, как бы ничего. Пойдем со скоростью 3 узла, пока не выйдем на большую воду, где Тайды уже не так будут на нас влиять. Так что пока тошним. Вы видели, где мы находимся? А знаете, что это значит? Это значит, что мы сейчас перешли в Арафурское море. А Арафурское море – это уже Индийский океан. То есть мы покинули Тихий океан и теперь находимся в Индийском. В конце этого трипа я подведу итоги по поводу нашей Тихоокеанской саги. И мы начинаем новый плейлист. И наш новый плейлист будет называться «Азия». И мы вам будем рассказывать про всю Азию, в которой планируем побывать. Поэтому еще раз подписываемся на канал, чтобы это все прикольное не пропустить. Но это еще не все. Тихий океан – это 10 тысяч морских миль. И это очень большое расстояние. Но про Тихий мы с вами уже говорить не будем, а будем говорить про Индийский. У нас сегодня на ужин будет вот такая великолепная курица. Вот она у нас сейчас замаринована. И мы ее будем делать в духовочке. Я думаю, это будет очень вкусно. Копки-то, наушники работают нормально здесь. У нас тут немножко дунуло. Мы поставили паруса, идем на паруса. Паруса полные, ветра нет. Ну, какую-то скорость, там, близко к четырем у нас наверняка есть. Сейчас, может быть, немножко отверну. Больше наполнить передние. Ой, кто к нам пришел? Какие хорошенькие! Еще ракеты. Дина, Дина! Дина! так как у нас закаты в принципе делать нечего и идем мы под одним парусом но на самом деле ветра совсем нет то на закате есть великолепное развлечение у нас осталось там пару бутылочек вина и вот глоточек вина на закате это прямо самое оно особенно в такой погоде и с таким ровным океаном что-то здесь остросюжетное происходит и от руля отойди очень остросюжетное ну чё ты не тащишь где рыбу давай потом перезаведем нормально ну типа чтобы не один килограмм народ у нас сейчас вот такая погода ветра вообще нет и идем мы под мотором и скорее всего так будем идти под мотором датуала а вообще это связано с тем что здесь же муссонный сезон то есть полгода дует в одну сторону полгода дует в другую и где-то в марте месяце заканчивается сезон когда дует с запада на восток потом где-то около апреля месяца идет перерыв вот с такой вот водой как вот у нас сейчас и потом начинает дуть в другую сторону так как мы идем тогда когда нам нужно они тогда когда есть ветер как то так совпало то новый сезон мы зайдем уже находясь в индонезии поэтому мы сейчас моторим и это все связано именно с сезонностью потому что ну как бы вот так вот здесь это сейчас происходит ну и вода настолько ровная что мы опустили платформу вот идем у нас два спиннинга заброшенных какая у нас ровная водичка даже не заливает заднюю платформу этому рыбу кучистили всем идем по такой вот ровненькой ровненькой воде у нас сегодня день стирки потому что иногда белье надо менять а так как мне нравится и дине я так полагаю тоже спать на чистеньком хотя бы его раз в неделю менять то вот так это у нас получается на такой ровной воде стиралочку можно запустить мы сейчас пользуемся вообще всеми благами и стиралка и посудомойка и всем 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 то есть для комфортного нахождения на лодке этот режим вообще великолепный ну и вот у нас чистенькая сзади сохнет прямо на ходу и даже открыт борт вот такие вот у нас глухари неимоверные на нашем переходе мы сейчас идем вдоль индонезии посмотрите это все рыбацкие суда и их реально много то есть вот это радиус где у нас работает а если я так понимаю что здесь их такое же количество и чтобы вы понимали вот это торрест стрейт вот мы идем нам нужно дойти до вот этого вот мыса до него еще одни сутки хода и потом мы уходим на глубокую воду и кстати говорят видите прикол вот это тихий океан вот это индийский океан но если мы выберем вот эту вот полоску то здесь выше это опять тихий океан то здесь океаны сливаются горизонтально они вертикально как это могло бы показаться ну в общем здесь огромное количество рыбаков и та часть которая возле нас вот вы ее видите но их тут реально много но не ночью светятся и они достаточно далеко от нас находятся то есть мы идем вот увидите по треку он у нас даже ни разу в сторону не отходил мы никого не обруливали как-то они все сами сваливают в общем хорошо что в индонезии почти у всех рыбаков есть аисы это очень здорово помогает как раз хорошо видно ну не очень мы сейчас расходимся с ноткой губра она конечно очень далеко а так все таки она чуть чуть поближе его что это что это небольшое вот это что надо может просто рыб сильнее ну что у нас теперь есть два великолепных тунца один пойдет на сашими другой пойдет на суши и вот этой вкусняшкой мы будем сегодня ужинать короче мы узнали что значит вот эти вот треугольнички аиса это сети которые вот так натянуты потому что мы только что прошли и через одну сеть и я увидел как поплавки плавают мы дина быстро успела включить нейтраль но судя по всему килем сетка лопнула и мы проехали там рваная сеть была на с двух сторонах от лодки и мы прошли дальше но вроде не вибрации ничего нету там куча мусора сзади полетела и две веревки остались открытые то есть я думаю что мы ее просто разорвали килем и и судя по отсутствие вибрации мы как бы прошли нормально ну в общем такой опыт и так вот они наши суши дина накрутила это все с тунцом так вот они суши ральчики танцовые ральчики это вот тут тунец которого мы поймали весь но как раз так народ не зря я сейчас сижу возле чарт лотера смотрите хоба 10000 10000 морских миль это с панамы то есть по тихому океану мы разменяли десяточку а это значит что мы на ю тубе закрываем плейлист pacific и открываем плейлист азия поэтому друзья не забываем подписываться на канал проверяем колокольчик пишем коммент а у нас сегодня такая вот круглая дата и не просто так она десяточку выскочила у нас на экране а еще во время такого великолепного заката сейчас нормально сейчас солнца вот прямо в этот момент ушло за горизонт их все pacific финиш мы из него ушли всем доброго утра у нас очередной день потому что происходит у нас без изменений идем красивенько ровненько ветра нету у нас великолепный восход среди ночи обходили сети они короче разматывают сети в длину где-то 20-25 миль можете представить себе 40 километров в длину веревок которые надо обходить и они но единственное что хорошо что висят буйки большие стоят на которых эти сети растянуты и каждый буйок соисом но все равно от этого не легче потому что это реально их обходить это полночи ладно все хватит жаловаться прошли и прошли мы сейчас расходимся с большим грузовым кораблем делаем с грузовым кораблем и 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 ну что народ как вы видели у нас есть подписанный флаг самом низу смайлик это поцелуйчик этот флаг прошел с панамы прошел весь пасифик и 10000 морских миль он прошел у нас под левым спрэдером поэтому друзья этот флаг пойдет тому кто хочет поучаствовать в розыгрыше а для этого нужно просто написать в комментарии хочу флаг и быть обязательно подписанным на наш канал все люди которые на нашем канале оставят такой комментарий и будут на него подписаны мы сделаем розыгрыш и флажок когда мы доедем туда они будут хорошо доставляться мы отправим победителю поэтому друзья давайте пишем комментарий подписываемся на канал и флажок уедет к вам флажок который прошел весь тихий океан так ну все а у нас едет наверх новый флажок который у нас будет в азии ну вот все флажок уже под спрэдером висит а мы в азию едем погнали им же поиграться интересно не всегда а гребут гребут ой какие красивые серёж иди сюда мы решили что погода которая здесь вот сейчас вокруг нас настолько великолепная и вода настолько плоская что мы как будто находимся в загороднем доме и это наш бэкьярд а что делают на бэкьярде барбекю и у нас сегодня будет мясо и рыба на гриле и это мы сегодня будем есть мы для гриля используем вот этот синий кемпингаз французский потому что он заправляется нормально вообще у нас есть этот холст как шланг который подключается к обычному баллону который у нас вот здесь вот такой у нас можно к такому баллону подключать так ладно зажигаем делаем грейку лучком маслячком у нас будет мясо о и рыбка это три несчастья которые мы поймали еще на а то ли так вот эти три несчастных карася слава давай что не будет ну вот такой вот у нас мяско получилось сейчас мы будем его пробовать так ну что пробуй нормально не сухо так ну что пробуем наш гриль посмотрите какой у нас закат великолепный хорошая маха да вообще класс приятного аппетита и так вот мы были с вами в индийском океане я вам говорил что после торрест стрейт мы перешли индийский и все начинаем яхтить по индийскому ну вот нет потому что сейчас мы находимся в тихом и туал например туда куда мы идем это тихий океан и прикол в том что здесь индийские тихие разделяются горизонтально вот в нижней части это индийский а чуть-чуть поднимаемся кверху там где мы сейчас находимся и это тихий океан откуда я знаю а все очень просто у меня индийский океан есть на карте на чарт-плотере на вионикса а тихого нет поэтому мы сейчас из индийского перешли чуть-чуть севернее и остались опять без карт поэтому мы идем по телефону но надеюсь что мы этот вопрос как-нибудь решим если не обломаемся потому что весь тихий мы и так прошли по телефону и вот мы опять в тихом океане и народ опять в тихом океане короче мы здесь ненадолго потом опять в индийский так ну что мы подходим давайте немножечко сухой статистике вот у нас . куда нам нужно зайти вот это вот первый остров до точки на углу острова у нас осталось 26 миль так как сейчас видно приливает у нас скорость упала на сильно уж а так мы шли обычно 5 давайте посмотрим за сегодня среднюю сегодня на средняя скорость 4 то есть мы идем 96 миль в сутки вот 26 до острова а теперь давайте смотреть на остров потому что вот тот момент когда его уже стало видно видите эту полосочку вдалеке на горизонте так вот эта полосочка это и есть тот первый остров который я вам показывал так что мы в принципе подходим вот этот остров уже видно его все лучше лучше и лучше мы уже 12 миль от берега и уже будем совсем рядышком можно будет переключить на интернет безлимитный а нет я думаю это не между ними я думаю это за ними двумя так мы сейчас проходим этот первый остров и где-то еще пол мили и будем поворачивать направо то есть на старборд где-то градусов наверное 60 мы повернем и пойдем вот туда а вот там где туча туча льет на тот остров на котором находится собственно наш город туал но не так все близко здесь хоть несмотря на то что уже появились эти острова нам еще там почти 50 миль идти вдоль них вернее как еще где-то наверное 30 миль наверх потом разворачиваемся еще где-то миль 10 внутрь уже вот этого острова который слева поэтому если походить придется и придем где-то в глубине ночи сейчас очень круто так как мы идем мимо островов появился такой запах мощный такой плотный запах и в нем все и земля какая-то мокрая видно дождь и такие тропические пряности специи какие-то каким-то костром пахнет то есть прямо мозг разрывает потому что считаю 10 дней мы в океане в океане запахом нет все стерильно а тут прямо вот мы идем и ветер дует с острова и прямо разрыв башки вот за это я очень люблю яхтинг за вот такой вот эмоцию когда да супер офигенно ухты прикольно здесь в в этой бухте огромное количество рыбацких ферм и они вот идут до горизонта сам попробую показать вот такая вот фигня и вот их тут вот у меня такой бинокль это дедушкин полевой бинокль старый ему там наверно 40 какого-то года закат красивый но эти штуки на горизонте в этом количестве немножко пугают остроты спать не получится ну да хорошо что вот эти все домики которые я вам показывал они ночью подсвечены то есть мы сейчас эту вот пачку домиков оставляем по старборду и вот тут есть по порт сайду тоже такие подсветочка идут ну что народ вот мы и прибыли сейчас я уже ложусь спать мы уже находимся в индонезии в туале и с утра подведем итоги что собственно по ресурсам у нас получилось за этот переход и расскажу про заход ну что сегодня уже сил никаких нет до завтра так мы в индонезии давайте я вам покажу уж как мы стали на якорь уже просто ради приличия раз мы вчера ночью зашли кстати обещал вам рассказать как мы ночью находить заходили это просто жесть во первых карта не соответствует глубины не соответствуют ты идешь под тобой 60 метров и вдруг глубина начинает 60 до 19 уходить там за секунд наверное 15 в общем было тяжело еще прикольно что здесь латеральные буи которые обозначают проходы они вообще либо не работают либо их нет и в общем когда не соответствует карта не соответствует дату не работают латеральные в общем заходить было очень тяжело но мы справились и все получилось прошли все мели давайте вам покажу как здесь все устроено здесь в бухте стоит вот такое вот большое корыто спереди риф мы кстати вчера к нему достаточно близко подошли и можно было бы так близко не подходить а сзади находится город который называется туал вот он здесь коммерческий порт разгрузка контейнеров ну и собственно жилой город маленький какой-то рыночек в общем все такое очень мелкая в общем вот так вот мы стали на якорь я думаю что мы теперь ждем кастом иммиграцию но об этом уже будет в следующем выпуске про индонезию так народ как я вам уже и обещал ранее давайте подведем итоги мы прошли из мемеи новая каледония в индонезию туал через попова новую гвинею порт морской у нас получилось 2 с половиной тысячи морских миль и наше путешествие заняло два месяца я вам раньше обещал что мы попробуем подвести пример каких-то финансовые итоги чтобы было понятно сколько собственно проходит переход океанический и так мы потратили на данный переход чуть чуть больше пяти тысяч долларов на весь двухмесячный переход из которых у нас на закупку еды получилось 2 460 американских долларов на два месяца на троих далее по топливу мы ходили много потому что сейчас нету ветра то есть где возможность было мы шли конечно же под парусами где нет использовали мотор мы потратили восемьсот сорок шесть долларов это где-то наверное там 650 700 литров солярки мы израсходовали на марины мы потратили 800 долларов со стоянками в попуа и недельной стоянки в нумеи а интернет 925 долларов это напоминаю что есть у нас пакет роуминг который стоит 200 долларов в месяц и это безлимитный но когда мы выходим в офшор то мы платим по гигабайт на то есть можно без этого конечно жить но можно вечерами смотреть там какие-то себе youtube чеки или сериальчики в общем это реальный комфорт поэтому 300 долларов на человека за два месяца по 150 долларов в месяц я считаю что это в принципе достаточно гуманные деньги ну и на формале тес в индонезии мы потратили 200 американских долларов то есть вот так вот у нас состоит сумма на переход ну собственно наверное на этом выпуск мы и заканчиваем мы уже в индонезии дальше будем яхтить здесь подписываемся на канал проверяем колокольчик в курсе напоминаю что у нас есть телеграм-канал чтобы его пройти нужно пройти бот там будут вам заданы вопросы если на них правильно отвечаете попадаете к нам потому что я хочу видеть рядом с собой людей с которыми я разделяю взгляды на этот мир и мне приятно общаться и не хочу спорить не хочу ничего доказывать поэтому вот телеграм добро пожаловать всем с кем мы на одной волне все друзья пока до встречи в следующем выпуске и мы будем рассказывать уже об азии а